Такой день на канале Мир Белогорья. Рабочий день. Александра Прозорова собрала в специальном репортаже выпуска самые интересные моменты и самую полезную для вас информацию. Существует плановая проверка организации. Документы предоставьте, пожалуйста. Проверка самых суровых групп и быстрого реагирования одной из частных охранных организаций. Именно эти ребята выезжают на объекты по сигналу тревоги. Но работают ли сами по букве закона? Первое, что проверяет инспектор отдела лицензионной разрешительной работы – удостоверение частного охранника и личную карточку. Удостоверение выдается сроком на 5 лет. Для этого необходимо пройти обучение и пройти медкомиссию. Здесь все это должно быть зафиксировано? Здесь все это зафиксировано. Да, обучение и место жительства. То есть мы сверяем личную карточку, все документы должны быть вписаны в удостоверение частного охранника. Все в порядке? Все в порядке. Номер на оружие и в документах тоже должен совпадать. Те же принципы проверки и для охраны в одном из ювелирных магазинов Белгорода. Допустим, у охранника на этот момент другое оружие с собой. Тогда изымаем оружие и принимаем меры соответствующего воздействия на руководство. Дисциплинирует охранную организацию штраф до 150 тысяч рублей. Вместе с инспекторами едем в оружейный магазин. Сегодня в регионе их зарегистрировано 7. В первую очередь здесь проверяют книгу учета продаж оружия и патронов. Здесь отражается фамилия, имя, отчество гражданина, который приобретает данный вид оружия, либо патронов. Записывается номер его разрешения. С торговой организацией у нас проводится ежемесячная сверка проданного оружия и патронов. Оружие и патроны магазин закупает тоже по лицензии. Сверка товара поштучна. Если обнаружено хоть одно нарушение, штраф на должностное лицо до 100 тысяч рублей. Если урок не усвоен, следующая мера – лишение магазина лицензии. Покупателям же без разрешения на приобретение огнестрельного можно разве что только смотреть на него и то издалека. Просто так даже оружие для самообороны не купишь. За моей спиной травматическое оружие. Мне его даже в руки не дали, потому что, оказывается, многие не знают, но на травматическое оружие тоже нужна лицензия. Как на покупку, так и на хранение. Иначе ответственность вплоть до уголовной. На тех, кому все же выдали разрешение на покупку, хранение и использование огнестрельного, лежит двойная ответственность. Гостей из отдела лицензионно-разрешительной работы охотник со стажем Андрей Гриднев встречает раз в полгода. Участковый приходит и вовсе каждый месяц. Участковый был буквально на той неделе. Проверял все, как положено. Проверял акты, писал. Сверки делал все. Звонит, приходит. Дебята молодцы. Дом у Андрея Гриднева настоящий военный арсенал. Четыре единицы огнестрельного. Первым делом проверяют условия хранения. Все в сейфе под надежным замком. Замок от опасного ларца должен быть врезным, а не накладным. Ключи должны храниться только у хозяина. В данном случае видим, что условия хранения владельцам соблюдаются. Сейф закирается надежно, ключи находятся у владельца. Боеприпасы хранятся в отдельной ячейке. Об условиях для хранения оружия будущий владелец должен позаботиться еще до того, как приедет за разрешением в отдел. В противном случае его просто не выдадут. Под контролем даже ремонт огнестрельного. В Белгородский отдел лицензионной разрешительной работы этого мужчину привела именно поломка охотничьего карабина. Меня в центр привела проблема какой-то неисправности в моем оружии. И я решил обратиться в специализированную организацию, для того, чтобы его осмотрел эксперт. Для этого нужно получить здесь соответствующее разрешение. Только после его получения охотник сможет отправить карабин в ремонт. Ремонт оружия может проводить только специализированные организации. Самостоятельные, ни в каких ни организациях, которые не имеют лицензию на проведение таких работ, ремонт запрещен. Наша съемочная группа провела вместе с инспекторами целый рабочий день. Мы наблюдали за тем, как выдаются разрешения, обошли не одну квартиру в рейде. А все ради того, чтобы понять, насколько сегодня каждый из нас защищен от тех, в чьи руки оружие никогда не должно попасть. И на это сегодня работает целая система. Александра Прозорова, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорья. В сюжете мы видели частные случаи общих правил. Именно об этих правилах законного обращения с оружием поговорим подробнее с экспертом в студии. Это Сергей Несмачный, начальник отделения по контролю за частной охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Статистика говорит, что число владельцев оружия выросло на 3,5 тысячи человек. Причем из них охотничьего всего на 1,5 тысячи. А вот число владельцев газового оружия для самообороны вовсе сократилось на 2,5 тысячи. Так за счет чего рост и с чем это связано? Ну, связано это с тем, что охотничье оружие выросло у нас по причине того, что в настоящее время охота стала популярным видом занятости людей. Это является активным видом развлечения. В связи с чем люди увлекаются, ходят на охоту для общения, а также для общения с природой. Ну, и в связи с этим, как необходимый атрибут приобретают охотничье оружие. Ну, это полторы тысячи из трех с половиной, а основная масса это, получается, другие виды оружия. Да. Также сейчас приобрело популярность оружие ограниченного поражения. Это травматическое, как называют. Да, абсолютно верно. Оно пришло на смену газовому оружию, в связи с чем граждане хотят себя тоже защищать и иметь... То есть газовое сдают? Приобретают. Приобретают травматическое оружие, да. Вот многие покупают такое оружие для самообороны. И каковы здесь правила оформления, в целом хранения? Что здесь нужно знать, что соблюдать? Для того, чтобы гражданин мог стать владельцем оружия ограниченного поражения, обязательное требование для него, это он должен быть непосредственно гражданином Российской Федерации. Возраст. Возраст, да, владения с 21 года, соответственно, у него не должно быть медицинских противопоказаний к владению данным оружием. Должно быть у него медицинское заключение об отсутствии психотропных и наркотических средств в организме. Также должны быть созданы у него соответствующие условия для хранения оружия. Это наличие металлического ящика, либо сейфа, запирающегося на замок. Также гражданин должен пройти обучение по правилам безопасного обращения с оружием. После чего он обращается в территориальный орган лицензионно-разрешительный по месту жительства с заявлением о выдаче лицензии на приобретение оружия данной категории. То есть, вот все те требования, которые вы перечислили, я не силен, но, по-моему, также и на, как оно правильно называется, боевое оружие. В общем, на все остальные виды гражданского оружия. То есть, даже в случае приобретения травматического оружия, охотничего, все нужно соблюдать, скажем так, серьезные требования. Медицинские показания, возраст 21 год, металлический ящик или сейф. Тут небольшая поправочка. Значит, 21 год – это владельцам оружия ограниченного поражения. Гладкоствольное оружие, охотничье, значит, там возраст 18 лет предусмотрен в действующем законодательстве. У нас в России сейчас уже встречаются требования к контролю за оборотом оружия. Вот в чем это выражается? Здесь вводятся ограничительные меры к владельцам оружия данной категории. В чем они заключаются? Значит, владелец огнестрельного оружия не может с ним находиться в местах проведения массовых мероприятий, в местах проведения митингов, пикетов, также каких-то публичных мероприятий. Также запрещено владельцу огнестрельного оружия находиться с ним в состоянии алкогольного опьянения, а также носить его в данном состоянии. Запрещено владельцам оружия находиться в местах, то есть в каких-то веселительных заведениях, где осуществляется реализация алкогольной продукции. А также запрещено оружие носить в образовательных учреждениях. Что-то из перечисленного, то, что сейчас запрещено, раньше было можно? Да, безусловно. А что из этого? То есть, почему были введены эти ограничительные меры? Раньше их не было. Вот эти видеоролики в интернете, где стреляют на свадьбе из окна автомобиля, да? Соответственно, да. Сейчас это уже запрещено законодательно. Соответственно. Еще одна зона вашей ответственности – это частные охранные предприятия. Почти у каждой охранной, ну не у всех, да, но у большинства, или у меньшинства, кстати, есть служебное оружие. У каждой третьей, да? Каждая третья, да, частная охранная организация владеет служебным оружием. А что может являться поводом для внеплановой проверки таких охранных предприятий? Значит, поводом для проведения внеплановой проверки данных охранных организаций является поступление в орган государственного контроля информации о возникновении угрозы, либо о причинении вреда здоровья жизни и здоровья граждан, также вреда объектам культурного наследия. Но, значит, данные мероприятия, проведение внеплановых проверок, согласуются с органами прокуратуры в обязательном порядке. После чего уже мы можем проводить соответствующие мероприятия. То есть просто по жалобе вы не можете выехать, по жалобе некого гражданина условного? В рамках правового поля, то есть действующего законодательства, мы можем выехать, но любая внеплановая проверка частной охранной организации проводится только по согласованию с органом прокуратуры. Получили вы согласование прокуратуры, приехали проверять ЧОП, выявили какие-то нарушения, соответственно, оформляете какой-то... Составляется непосредственно акт о проверке деятельности данной охранной организации. Ну, по факту, если, соответственно, по итогам проверки есть состав административного правонарушения, соответственно, должностное лицо, либо юридическое лицо, но все будет зависеть от характера совершенного административного правонарушения, привлекается к административной ответственности. Ну, вот по вашей статистике, за прошлый год как раз 20 юрлиц были по административке привлечены, это каждое десятое предприятие. Ну, статистика не в пользу ЧОПов выходит. А в чем наиболее частое нарушение? Зачастую частная охранная организация не вовремя уведомляет о начале, либо об окончании оказания охранных услуг на объекте охраны. То есть зачастую частные охранники своевременно не проходят периодическую проверку. Медицинские справки. Медицинская, да. Отсутствует медицинское заключение о возможности работы данного охранника. На территории нашей области сейчас 216 охранных организаций, но школы, детские сады охраняют бабушки, на вахте сидят охранники, пенсионеры. Кто регулирует этот вопрос? За кем здесь слово последнее? К объектам образования предъявляются требования к обязательной антитеррористической защищенности. Данное требование регулируется постановлением правительства Российской Федерации, который вступил в силу в конце 2017 года. В настоящее время закон не обязывает частную охранную организацию брать под охрану учебное заведение. Почему? Потому что частная охранная организация не берет под охрану зачастую из-за того, что требования велики, высокие. И охранная организация не в состоянии выполнить, в связи с чем в настоящее время существует законодательная инициатива, которая будет рассмотрена в ближайшее время. И по всей видимости эти отношения будут урегулированы на законодательном уровне. То есть и у ЧОПов может появиться не рекомендация, а какая-то обязанность? Не исключено. Хорошо, спасибо вам за вашу беседу, за это интервью. Я хочу поздравить вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Всего того, что желаю в эти моменты, желаю вам и вашим коллегам. Спасибо большое. Благодарю. Ну, а мы продолжаем выпуск. Бороться с вредителями на полях, следить за исправностью инженерных коммуникаций, заниматься тяжелыми погрузочными работами и даже играть в футбол. Участники фестиваля робототехники в Старомосколе представили сотни самодельных механизмов, которые можно использовать практически в любой сфере жизни. Вот только модели эти детские. Уменьшенные варианты, а их разработчики пока еще школьники, с которыми познакомилась Екатерина Равинских. Привет, привет. Смени голос на первый. Голос успешно изменил. Тенденция современной робототехники научить механизм не просто говорить, ходить или ездить, а сделать его полезным для человека, найти ему практическое применение. А потому даже на школьном фестивале за каждой разработкой будущее. Дмитрий Востряков в железную дорогу уже давно не играет. Он ее проектирует. Его разработка позволит значительно облегчить жизнь российским железнодорожникам. В станции погрузки на поезд перекрепляется определенный код. Это может быть как QR-код, так штрих-код, так и RFD-метку. На станции сортировки датчик считывает код и отправляет контроллера. Контроллер блоками математики вычисляет, куда нужно перевести стрелки и нужно ли их переводить. Проект Дмитрия требует внушительных инвестиций, тогда как разработку Богдана Войлакова можно внедрять в школьную жизнь хоть сегодня. Он предлагает использовать на уроках физики не скучные учебники, а модели роботов, которые смогут показать действия законов и формул на практике. Для объяснения законов физики при прохождении урока про электромагниты, про обычные магниты можем видеть, узловые агрегаты, амортизация, шестерни, передачи, зубчатые передачи – это технология. То есть блоки питания, электрика. То есть может примениться практически на всех уроках, которые только могут быть. Фестиваль робототехники в Старом Осколе собрал более 300 участников из Белгородской, Курской и Воронежской областей. Здесь можно не просто показать себя, но и выявить самых перспективных будущих студентов для вузов нашего региона. Проявлечь самых талантливых, самых умных ребят для учебы на наших интересных специальностях. Это и автоматизация информационной системы, автоматизация технологических процессов, электроэнергетика – это те специальности, которые максимально используют эти результаты. Разработки внедрять и брать на вооружение, а разработчикам помогать и обучать в дальнейшем. Такова основная цель фестиваля, где в буквальном смысле можно прикоснуться к технологиям будущего. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорья. Как часто мы вздыхаем, что снова надо куда-то идти и лишний час не посидишь. Совсем иначе на мир смотрит Елена Кандыба из поселка Волоконовка. Для того, чтобы она могла подняться хотя бы на несколько минут в день и просто постоять, ей понадобился дорогостоящий тренажер, приобрести который помог фонд «Поколение» Андрея Скоча. Подробности в следующем сюжете. В жизни Елены еще недавно все было как у всех. Работа, дом, проблемы, хлопоты и радости. Пока неожиданно не подкралась болезнь. После небольшого дорожно-транспортного происшествия, где Елена, казалось бы, просто отделалась испугом, стали отказывать ноги. В результате почти четыре года, как Елена в инвалидном кресле. Чтобы не скучать и дарить радость другим, освоила новое хобби. Делает цветочные композиции из бумаги и светильники из изолона. Он нагревается строительным феном и получаются вот такие вот цветы. Муж потом мне помогает электрику сделать, сюда вставляет лампочку, провод, заливается в горшок и будет большой. На три цветка будет светильник большой. Муж помогает Елене во всем. Вместе с ним она объездила ведущие клиники страны. Но пока врачи не смогли поставить даже окончательный диагноз. Единственное, в чем они сходятся, надо заниматься лечебной физкультурой, поддерживать мышцы в тонусе. Для этого и нужен Елене этот тренажер, моделирующий ходьбу. Правда, чтобы купить его одной поддержке близких людей оказалось мало. Я очень благодарна за ту помощь Андрея Владимировича, что помогли часть денег собрать. И благодарна всем тем, кто помог мне тоже собирать, потому что был пост у меня в ВКонтакте. Мне сначала помогали люди собирать деньги, какую-то часть. Что-то я откладывала с пенсии, и Андрей Владимирович помог. Сейчас Елена занимается на тренажере ежедневно. Есть уже и личные достижения. Смогла простоять целых 11 минут. А начинала с двух. В планах у нее непременно вернуться к обычной жизни. В этом ей помогает вера в себя и в то, что вокруг есть добрые люди, готовые прийти на помощь. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорья. И на этом все. В студии работал Виктор Лукьянчиков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова